Жуткий алкоголик, Вячеслав Жеребкин признался, сотни концертов каждый год, записи новых хитов, интервью и фотосессии. На пике своей популярности участники группы «Нана» работали не на износ, а справиться с нагрузкой им помогал алкоголь. Группа «Нана» осталась лидером чартов уже более 35 лет. Баре Алибасову удалось создать уникальный бренд, который с годами не теряет своей популярности становятся лишь актуальнее. На протяжении всего этого времени Вячеслав Жеребкин остается бессменным участником коллектива. Он признается, что для него эпоха «Нана» стала судьбоносной. Вспоминая молодость, Жеребкин иногда хватается за голову. В конце 90-х и начале нулевых шоу-бизнес был особенно суровым. Реки алкоголя, фанатки, готовые сорвать с артистов штанной тусовки в московских клубах. Обо всем этом Жеребкин знает не понаслышке. Он признается, что в свое время нагрузка в «Нана» оказалась для него настолько серьезной, что справиться с ней удавалось только благодаря алкоголю. После концерта стресс надо снять и по чуть-чуть пивка, там что-нибудь покрепче. Когда концерты ты понимаешь, что напиваться нельзя, но бывало, конечно, я не раз работал в таком состоянии, это очень тяжело и некомфортно, мне прям было плохо. Я вечером напивался, к обеду просыпался, вечером опять. И так вот каждый день. Я понимал, что я пью очень много и каждый день, вспоминает Жеребкин. Особенно тяжело пришлось супруге, артиста Любови, с которой он прожил 18 лет. Их семейная жизнь пришлась на самый пик популярности группы «Нана». Женщине приходилось мириться с безумием поклонниц, постоянным вниманием, которое было приковано к Вячеславу и ревностью. Я говорил, женатый-то я дома, а там-то я не женатый, мы это не афишировали, я поддерживал имидж неженатого, поэтому, может, я так себя и вел, но, конечно, я старался больше поводов не давать после этого. Она понимала, а я говорил, «Люб, ну это такая вот работа». Она поняла, как женщина, и доверяла мне. Я, конечно, был ей благодарен, за это рассказал артист. К слову, сами участники коллектива не всегда были в восторге от задумок Алибасова. Так, например, они долгое время не могли смириться с экстравагантными и порой чересчур откровенными образами, которые для них подбирал продюсер. Однако спорить с Алибасовым было бесполезно. Его творческая натура оказалась слишком чувствительной и была готова отстаивать свои права во что бы то ни стало. Я принял правила игры его. Он говорит, я режиссер, я создаю образы. Я понял, что тут бесполезно даже спорить, потому что он придумывает. Он шьет, это его фантазии. Попробуй вякнуть даже, заключил Жеребкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова